Да, и сегодня я бы хотел окончить несколько моментов с нашей вчерашней встречи по питанию, тех вещей, которые мы из-за времени не могли сказать, но которые на самом деле важные, и которые помогут сделать ваше пищеварение более комфортным и здоровым. Ну, напомнить, что любая вновь разогретая еда, она теряет свои свойства. То есть еда, которая вот только что приготовлена, вот, например, там свежий картофель, вот он имеет одни свойства. Но мы знаем, если он полежит там 3 часа и приходишь, и там уже какая-то вот такая слюна, как бы, ну вот, какая-то слизь, вот, которая вот оболакивает этот картофель. То есть сам картофель, вроде бы, то те же химические элементы, но качество поменялись. То есть дождь вот меняется, и если вот картофель постоит, он остынет, то есть он начинает отбирать в себя вот эту капку. Это относится и к зерновым, это относится к очень многим продуктам. И вот разогретая еда, то есть она намного хуже усваивается, намного хуже, и приносит совершенно другие качества человеку. Вот я встречал такое, вот, у меня хороший друг, который, ну, из-за своей большой занятости, ему готовит, там, горничная, и она готовит сразу на 2-3 дня иногда, даже когда она там не может на 2 дня, так. И вот у него какие-то, вот, плохое было состояние здоровья. И когда вот я начал узнавать, оказывается, это была одна из основных проблем, то, что вот еда была несвежая. То есть вот она, вроде бы, она была даже подобрана подошем у него, но так как вот он ее разогревал, так как она там несколько дней стояла в холодильнике, она меняла свои свойства. Основным, основной нашей пищей должны являться зерновые. То есть это вот очень важно, есть периоды, когда, потому что зерновые они вот разогревают, когда летом их может быть меньше чуть, но основная пища человека это зерновые, это максимально энергетически сильная субстанция, которая вот должна вот постоянно присутствовать в нашем рационе. Это и во многих культурах есть, я знаю, пословицы очень многих, как у нас там хлеб с ним у голова, то есть действительно это вот должно быть так. То есть вот единственное, что есть тяжелые зерновые, есть легкие зерновые, есть зерно высшего порядка, как в аюрведе есть низшего порядка, вот надо вот питаться как вот рис, пшеница, рожь, вот такие вот вещи, вот, ну, например, с просом или с гречкой, то есть долго питаться не рекомендуется. И то есть зерно можно употреблять все, чуть-чуть зерна должно быть во всех трех приемах, потому что существует такая теория, что надо только зерно только днем, а вечером не надо, ну, есть там один деятель, рассказывает такое вот, то зерно должно быть везде, вот. Избегать вообще, избегать вообще вот любого, любых рафинированных продуктов, вот. Потому что это самые слизеобразующие продукты. Вчера мы поговорили про молоко, вот есть второй враг, это как раз эти булочки, эти белые хлеба, это все вот клейковина, это удар по нашему организму, который мы приносим вот с такой очищенной муки. И то есть если даже у нас хлеб, то желательно его, чтобы это был не белый хлеб, не булочки, а чем более грубый перемол, чем меньше очистки, тем больше это будет пользы для здоровья. Ну, к сожалению, у нас сейчас такой парадокс в обществе, что необработанные продукты стоят дороже, там, в 2-3 раза, чем обработанные. И вчера мы говорили о том, что и о сахаре, и о рисе, то, что нешлифованный рис стоит дороже, чем шлифованный. И сегодня я вспомнил, ну, когда готовился, тоже вспомнил, что и мука у нас тоже, вот мы покупаем там на лепешке, на чапате, вернее, когда люди восточные знают, что это такое, надо там грубого помол, такие проблемы и купить, и стоит она тоже в 2 раза дороже, чем самая очищенная. Если в муку добавить отруби. Отруби, вы знаете, то есть оно решит только часть проблемы. То есть, на самом деле, вот в этой, то, что вот ободрали, это в верхней части содержатся нужные микроэлементы, ферменты для переваривания самого зерна. И это просто добавит как какого-то сорбента, ну, а для улучшения самого пищеварения это лучше не будет. Сырин перемолоть. Сырин перемолоть лучше всего. Да. Перед едой, друзья, надо запускать такие практические привычки. Очень хорошо, особенно вот в таком климате, в такой погоде, вот даже мы заметили вот по тем каким-то обращениям там в наш магазинчик и там ко мне, то есть я заметил, у многих поднялась капка и проблема началась каким-то застоем, хотя вроде бы и смотришь и фигура идеальная, и у человека пита конституция, но эти люди не поддерживают свой огонь. И то есть огнем надо его там не только щадить, но надо его еще иногда там разжигать. И очень хорошее средство перед этим начинать еду с ломтика лимона, вот, и начинать этот ломтик лимона посыпать имбирем, сухим имбирем, и посыпать солью. То есть вот если нет у человека склонностей не делать, это только у кого вот изжоги. Но вот часто эти изжоги, если эти изжоги, как я вчера говорил, есть два типа изжога из-за слабого огня, то как раз это, ну, вроде бы, как бы кислое, и многие люди там очень сомнительно к этому относятся, но вот они, наоборот, снимают эти изжоги. Так, как по последовательности приема. Вначале мы должны принимать тяжелую пищу, вначале мы должны принимать сырую пищу. Вот, как начать, как вот из текста переписано, тяжелые, жирные, сладкие, вязкие продукты, твердые. И мы должны понять тех, что имеют противоположные качества, которые вот легкие, которые там сухие, вот мы должны принимать в конце. То есть вначале должно быть вот для того, что самые большие поленья мы должны кидать вот тут, чтобы они переваривались дольше. Но это больше не поленья, а самое, как в кастрюлю, самые тяжелые продукты ложат на низ. В середине кислое и соленое, вот и по юрбиде оно рекомендуется в середине процесса, как раз. Так, сейчас. Сегодня мы еще поговорим, друзья, о, вот, такой вот фактор. Смотрите, мы должны понимать, окончить просто я хотел вопрос по питанию, чтобы вы каждый помнили, что вот каждая пища, каждый продукт имеет свой определенный окрас. И мы говорили, касались скользь, касались что такое гуны. Публика подготовлена, значит, что такое гуны. И также каждая пища, она находится в гунах. И ничто на нас не влияет так сильно, как вот пища. То есть это, возможно, такой основной такой фактор у простого человека, который не в практике, который обусаливает его тем или иным состоянием. Потому что, если мы будем кушать пищу там в невежестве, какая там пища в невежестве, это вот как раз, которая старая пища, которая там добыта с каким-то насилием, которая вот испорчена, плохо пахнущая. Мы должны это просто посмотреть именно в интернете, определить, вот, сотвичное питание. Вот. Оно еще, вот, и для сотвичного питания важно масло ги. Я говорил, как и в лечебных целях рассказывал на прошлых встречах, говорил, косметичное, какой-то праздничный обед, где-то на свадьбе. И там много жареного. То есть, индусики, они на самом деле любят жареное, вот. А кушать это каждый день, просто не все индусы живут тоже по аюрведе, кушать каждый день это просто недопустимо. То есть, вот сковородка, она должна быть, использоваться очень-очень осторожно на нашей кухне. Жареная сама по себе, это нездоровая еда, но оно уже подымается, вот, оно сильно подымает питу. То есть, люди, которых вышло из равновесия питадоша, жареным надо быть очень-очень осторожным. Но даже если вы жарите, вот масло ги, оно может как и нейтрализовать этот подъем питы. И, во-первых, это необычайно вкусно. Так что, вот, попробуйте, друзья, что такое масло ги, и вы не сможете отказаться. Потом, что еще? Нельзя вместе вот такие самые важные ошибки, которые больше всего могут вредить нашему пищеварению. Это совместимость разных белков. Ну, на самом деле, даже современная медицина, она дает такую рекомендацию, не есть там рыбу с мясом. То есть, например, или там сыром, или еще чем. Это действительно так, потому что на вот эту белковую пищу животную, организм выделяет больше всего ферментов. Это очень сильные энергетические потери, и эти ферменты разные. И, то есть, по сути дела, они в какой-то мере, они там какие-то, ну, при реакции, там, ну, просто гасят друг друга. И организму надо больше сил для переваривания. И, как правило, эта пища все равно очень плохо переваривается, и будет на большое, будет содержание токсинов. Вот, лучше, если вы кушаете что-то белковое, кушайте это отдельно. Ну, то есть, это лучше всего, или что-то одно. То есть, вот, или это сыр, или это кто кушает животную пищу, чтобы это было одно. Ну, раз коснулись животной пищи, я думаю, может сказать, отношение аюрведы к вегетарианству и вообще, да? Будет интересно. Да. Ну, вот, в аюрведе нигде нет упоминаний, что человек должен быть вегетарианцем. И во многих рецептах, то есть, описывается, там, даже применение мяса. То есть, вот, это, аюрведа, это не наука для вегетарианцев. То есть, аюрведа допускает как и прием мяса, так и не прием. Я сам вегетарианец 20 лет, но я, как говорится, люблю и ровно отношусь ко всем, как я и аюрведа, ко всем, кто бы что ни кушал. Но, также в аюрведе написано, что это какая пища? Это пища тяжелая, это пища амообразующая, токсинообразующая. Это пища, которая в энергетические, сильные энергетические затраты. Она вот, и эта пища, коснемся уже каких-то тонких вещей, которые тоже упоминаются в аюрведе, которая загрязняет наш организм не только на уровне тела, а на уровне сознания. Просто, ну, когда человек, ему это не грозит, он этого не чувствует, он это не почувствует. А человек, который там в практике, он постепенно сам чувствует, что ему надо от этого отказаться. Но это личное дело и выбор каждого. И все мы вегетарианцы, не вегетарианцы, мы должны ровно относиться друг к другу. И аюрведа говорит, если ты кушаешь мясо, то, пожалуйста, делай это тоже правильно. То есть, ты должен понять, какое мясо тебе подходит. Например, красное мясо, оно сильно поднимает питу. То есть, вот, пите нельзя, то есть, его нужно только вафить. То есть, вот, белое мясо подходит для, для, больше для питы. То есть, вот, капхи, вообще его надо чуть-чуть, потому что, ну, у него нету потенциала для качественного переваривания этого. То есть, оно будет ему вредить, вот, больше всего. Ну, и тоже, лучше, там, легкоусвояемое, какое-то легкое мясо. И что это мясо? Его надо есть с максимальным количеством зелени. И это мясо надо есть с какими-то пряностями, которые будут помогать перевариванию. Но, вот, также в Вереведе есть упоминание о такое слово, как ахинца, которое существует во всех восточных культурах. И, там, одно предложение. То есть, ну, все равно помни, что нарушая ахинцу, то есть, все равно это будет давать отголосок, там, по твоей судьбе. Так что, вот, я лично выбрал для себя вегетарианство. Ну, меня даже не здоровье цепануло. Мне один мистик сказал, говорит, ты пока кушаешь мясо, ты не сможешь понять каких-то тонких вещей. И меня это так зацепило, что я не смогу понять, что я от этого отказался. Ну, также я знаю очень продвинутых людей, которые не следуют этой диете. И все у них хорошо. Так что, самое важное, это не есть друг друга. Так. Ну, не есть стоя, то есть, вы должны быть в комфортном, напомню, состоянии. То есть, это определенная медитация. Вы должны себя красиво, это окружить, вот, в приятной обстановке, как можно, ну, насколько это позволяет в данный момент наши условия. То есть, это определенная подзарядка. То есть, процесс еды, вы должны установить контакт, как говорится, с этой пищей. Потому что она, часть из нее станет вами. И вы должны быть в правильном настроении, спокойном, ни на что не отвлекаясь. Вот, очень важно, потому что это тоже информация, вот, она тоже, вот, вы ее едите. И еда, это замечательный способ укрепить отношения. Это даже, там, такие вот психологи, вот, рекомендуют, что, вот, хотя бы раз в день супруги должны кушать вместе. Но говорить много не надо. Потому что, если во время еды много говорить, то есть, если это посвящено разговорам, то будет подниматься вата. То есть, и потом, то есть, человек будет заглатывать воздух во время разговора, во время еды. То есть, это не очень рекомендуется. Это должна быть такая приятная встреча. Вот. Не спать после еды. Вот, это допустимо только истощенным. Это допустимо людям, у которых из равновесия сильно вышла вата. Вот так вообще это очень сильно поднимает капку. И, я уверен, каждый из вас это испробовал, когда, там, днем, там, поспишь, иногда просыпаешься, и ты просто, вот, просто как на тормозе. Все, вот, у тебя поднялась капка, которая блокировалась твои умственные процессы. И, так же, вот, как у нас, что у нас в голове, то у нас и в организме. То есть, все вот в этой капке, оно еле движется. То есть, это, оно замедлилось. И есть состояния, в которых, возможно, это не так и плохо. Вот. Но, так, здоровому человеку, которому не надо решать этим способом, варварски, какие-то свои проблемы, то, это самое, лучше этого не делать. А еще лучше всего, ну, вот, с дневным сном надо быть осторожным. Хотя, я знаю, есть культуры, в которых люди спят после, и в каких-то еще всяких иниях это есть. Но нам на это не очень подходит. У нас тут достаточно и капки, и всего это будет выводить из равновесия. А если спать на закате солнца, то это вообще очень хорошо, это разбалансирует тоже все три доши и приводит к преждевременной кончине. Но это уже в других ведах написано, что нельзя на закате спать. То есть, если уже такая ситуация, что надо поспать, то это лучше всего делать там, там, до четырех часов, там, с десяти, там, утра до четырех. Это позже уже не стоит, то есть, уже надо дождаться. То есть, это вот время, которое очень разрушительное. Но вот спать не надо, но отдыхать надо. То есть, вот какое-то... У людей, у которых слабое пищеварение даже рекомендуется вот пройтись, а всем остальным надо вот просто отдохнуть. То есть, не подрываться куда-то и не делать ни в коем случае какую-то, там, сложную работу, там, и физически, и умственно. Потому что в данный момент вы будете просто неэффективны. Сейчас вся ваша кровь, вся ваша энергия собрана в пищеварительном тракте. И вы просто будете, если вы будете сейчас напрягать свое сознание, вы будете, эта кровь будет прибывать больше к мозгу и будет от этого страдать наше пищеварение. И любой грамотный, толковый гастроэнтеролог, он скажет, что, например, гастриты, язвы, это больше даже не от того, что едим мы, а что ест нас. И вот это ест нас и до, и после, но особенно страшно, это когда нас ест во время еды и после еды. То есть, у нас должно быть умиротворенное какое-то состояние, подарите себе хотя бы 10 минут, там, посидите в наушниках, помедитируйте, без никаких нагрузок, без ничего, просто посвятите вот время после еды чему-то приятному. И это состояние, вот пока эта пища будет перевариваться, вот вы будете вот в этом состоянии. То есть, это проверено уже неоднократно. Следующая тема, которую я хотел коснуться, это будет называться, а, еще хотел спросить, по вкусам. Там было заявлено вкусы, ну, я решил эту тему поменять на питание, вот, чтобы это более точно, могу коротко рассказать о шести вкусах. Да? Интересно будет? Да, да, да. Ну, вообще голодание, можно? А? Голодание. Голодание. Смотрите, вот, аюрведа тоже вот по дошам. То есть, голодание вот такой, вот такой метод для очищения организма. Ну, например, вата доши, ну, максимум можно голодать один день, потому что она будет выходить из равновесия, ну, там, 36 часов. Но это подой, да? Да. Ну, я знаю, которые мастера рекомендуют больше. Ну, вот, в текстах, которых таких традиционных, вот, пишется так. То есть, даже вот, то есть, голодание – это не метод ваты, понимаете? Если это вата, у нее болезни ваты. И голодание – это не тот метод, который должен очищать и приводить ее в баланс. Но короткое голодание, оно рекомендуется всеми всяк. То есть, это такой самый действенный, самый эффективный, такой самый экологический, вот, самый-самый-самый способ для приведения себя в порядок. Для того, чтобы вот наш огонь, который ответственный за вот все функции, за все обменные процессы, за наше пищеварение, чтобы он отдохнул чуть-чуть. Потому что, вот, дать ему отдохнуть, и это очень хорошо. То есть, пост прописан в аюрведе. Хотя я знаю мастеров, которые, ну, не мастеров, а наших, там, уже, переездных актеров, которые, вот, говорят, что это не там. И я знаю, что и в йоге, даже если, ну, у компетентного человека, который мастер йоги в Индии, он говорит, если ты постоянно в практике, вот, правильной, то тебе не надо. Ну, то мои ученики не голодают. То есть, им это не надо. Ну, так как большинство из нас вряд ли идут вот этим строгим путем восьмиступенчатой йоги, то это очень хорошо. И для капхи рекомендуется короткие сухие голодания, и вот до недели можно приводить себя в баланс голоданиями. То есть, вот, вот очень хорошо. А короткие, это же сколько? До, ну, вы знаете, я видел чудеса, реально, как вот люди себя приводили к голоданиям, и больше всего это было в, вот, самые яркие проявления, когда это сухие голодания были. Ну, вот в аюрведе, вот, мне рекомендовали, вот, больше трех дней. Ну, вот, я слышал такие рекомендации. Ну, я лично видел человека, который себя недельным сухим заголоданием, там, излечил от серьезной болячки, которой он мочился достаточно долго. Ну, вот, при голодании начинается потом запор. Что? Ну, запоры начинаются. Запоры. Надо делать, надо делать, промывать себя. И я вот рекомендовал друзьям и присутствующим, что вот я вот лично, когда там даже небольшие сроки, два-три дня, то я голодаю с сорбентами. И сорбенты, они намного облегчают вообще состояние, то есть, совсем по-другому ты себя чувствуешь. Голодание – это компетентно. Давайте по вкусам. Значит, я буду говорить по вкусам, которые наиболее питательны, то есть, так принято в аюрведе. То есть, и первый вкус – это, конечно же, сладкий. И сладкий вкус, он хорош для ваты и питы. То есть, вот, чтобы вы себе поняли, одними вкусами можно регулировать, там, 70% проблем. То есть, вот, пища как таковая и вкусы эти пищи, то есть, вот, можно менять, менять, вот, состояние здоровья на первых трех стадиях болезни из шести. То есть, вот, только одной пищи. То есть, вот, насколько это важно. И вот пища, она влияет через качество и через, вот, вкусы. И каждый вкус, он имеет, вот, определенные свои свойства. Вот сладкий вкус, он состоит из первоэлементов, как я рассказывал на предыдущей лекции про первоэлементы. Это земля и вода. То есть, вот, и, соответственно, он имеет вот эти свои функции земля и вода, которых не хватает у ваты какой-то тяжести и смазки. И не хватает у питы, то есть, вот этого холода, который остужает. Но этот вкус плохо для капхи. И мы снова коснемся, вот, например, такого, вот, сейчас общего заблуждения по поводу, там, я скажу и про соль, и вот по поводу сахара. Что некоторые люди исключают сахар из своего рациона. Но это не совсем хорошо. То есть, вот, например, для вата-доши сахар это одно из лучших средств для того, чтобы приводить себя иногда в порядок. И сладкий вкус это самый питательный вкус, вот, который дает рост. Это вот самый такой анаболический вкус, без которого вот полноценного развития невозможно. Просто вот сахар это как концентрированный этот вкус, его действительно много, его не надо. Там, кока-колу пить диет, как некоторые пьют и думают, что это они еще здоровье поправляют. То есть, этого не стоит. То есть, ну, какую-то сладость можно позволить пите, можно позволить вате, это просто вот необходимо. А капха, которая имеет ту же природу, которая вот тоже тяжелая, которая холодная, как вот сахар, то вот ей это не очень желательно. И вот это будет проводить при накоплении капхи и вот всевозможным этим болезням капхи, как, например, диабет. То есть, нарушение, вот, предыстория тому всему, как раз является вот вышедшая из равновесия капха. Вот. Следующий вкус по анаболичности это кислый вкус. Он состоит из огня и земли. То есть, он более горячий. Вот он, он хорошо, хорошо для ваты, но плохо, плохо он для питы и, ну, то в балансе надо. И так, не очень хорошо для капхи. Следующий соленый вкус. Он состоит из огня и воды. И огонь и вода это первые элементы, из которых состоит пита-доша. И мы должны понять сразу, если оно подобное с подобным, то соленый вкус будет сразу поднимать пита-дошу. И вот пита, она должна быть наиболее внимательна, вот, в своем, в своем питании, с соленым вкусом. Но как раз питы, они больше всего и любят соленый вкус. И мы можем, это как раз те люди, которые всегда все досаливают, досаливают, которые очень не представляют себе без этого вкуса. И снова мы тут можем увидеть такое, такое общее мнение. Я сразу буду проводить примеры. Есть какие-то теории, целительские системы, где говорится, от соленого надо отказаться. Ну, действительно, есть какие-то у них адепты, которые говорят, вот, мне было плохо. То есть, у меня там были какие-то воспаления, там, или вот, накопления. Потому что соленый вкус, он плох и для капхи. То есть, он тяжелый. То есть, вот за счет этой своей воды. Вот, но, например, и вот я отказалась от соленого, и у меня все там стало хорошо. Ну, например, для вата Доши и для болезней вата, то это не белый яд, это белый нектар. То есть, вы должны понять, что вот этот вкус, который вот, вата, которая холодная и сухая, то есть, мы приносим соленый вкус, который горячий и с водой, то есть, вот, мы приносим, наоборот, смазку. И вот такой вот парадокс часто бывает, что людям, у которых проблемы с костями, с суставами, им рекомендуют исключить соль. Это правило, которое уже в старческом возрасте, им все становится хуже и хуже. Но как раз, а Юрведа говорит наоборот, что им надо умеренно употреблять соль. Все, все должно быть умеренно, что это как лекарство, и без этого будет сохранять жидкость, вот оно будет сохранять смазку в организме, которой вот не хватает. Следующий вкус горький, он состоит из эфира и воздуха. Он хорош очень для питы и капхи, это самый холодный вкус. И вот он для регулировки питы, для баланса питы, то есть, это вот, замечательно он действует. Вот, но он так из-за того, что он самый легкий еще вкус, то он отрицательно холодный и легкий. Это, он соответствует, можно сказать, полностью, он состоит из эфира и воздуха, и он соответствует полностью вата-доши. То есть, горькое вате надо исключить вообще. То есть, это не ее вкус, это, вот, просто понять для этого. И горький вкус, где содержится, это вот в сырых, зеленых овощах, там, вот в таких вещах. То есть, и надо все кушать приготовленное. То есть, только при приготовлении, когда там больше масла, огня, то есть, оно меняет свои свойства. Потом острый вкус, который состоит из воздуха и огня. Он хорош для капхи, которая тяжелая, а этот вкус, он легкий, острый. То есть, вот он сразу дает вот такую вот определенную легкость даже. Он хорош для капхи, но не очень хорош, он плох для питы, но также он не очень хорош для ваты, которая тоже легкая. И вяжущий вкус, то, что вот не хватает часто, вот, горький и вяжущий, это дефицит вкусов, вот, больше всего в рационе современного человека. Но эти вкусы, понятно, например, где вот мы возьмем вяжущий, там, постоянно понятно, что там есть какие-то продукты, там, есть айва, курва, курма, там, и еще какие-то вот овощи, которые вяжущим вкусом обладают. Ну, каждый день мы их не можем кушать, но вот этот недостаток вкусов, и то, что я говорил, основная проблема недостатка каких-то микроэлементов, это недостаток вкусов, а не какой-то строительный материал. Мы должны компенсировать специями и пряностями. Например, тот же вяжущий вкус, он есть там в куркуме, который вот добавит вот чуть-чуть куркумы, и мы вот восполним тот недостаток вяжущего куса, который нам необходим. Также в куркуме есть и горький вкус, и вот просто разобраться, каждый продукт мы должны перед этим изучить. Вот снова я говорил об осознанности, о внимательном отношении. Прежде чем что-то закинуть в себя, мы должны понять, что мы закидываем, насколько это в данный момент будет полезно и актуально для нас. Значит, понижающая вату, это сладкий, соленый, вяжущий, питу, это сладкий, горький, вяжущий, и капку понижает острый, горький и вяжущий. Вот. И вот можно просто вот балансировкой вот этими свойствами этих вкусов, можно вот приводить себя в порядок. Например, там при страхе соленый вкус, там пользоваться, ну при разных эмоциях, каждый вкус он имеет еще какую-то свою родственную эмоцию. Понятно, что сладкий он самый такой, самый добрый и позитивный. Следующий этап, просто последняя встреча, хотелось бы вот важные вам дать вот очень рекомендации, которые вот можно применять прямо с сегодняшнего дня. Вот. И о чем хотел рассказать, это будет часть Диночарии, это часть науки. Диночария переводится Дино, это день, и Ачария это поступки, это действия, то есть действия в течение дня. И это наука, с которой начинается вот обучение там во многих аюрведических колледжах, то есть просто для того, чтобы даже те же студенты, которые, которые большинство следуют этому, начали уже на себе, уже сохранять свой организм и уже на себе ощущать там позитивное действие аюрведы. И все из нас так или иначе ухаживают утром за своим телом в той или иной форме. И мы чистим все зубы, мы принимаем душ, мы из вас много, ну, йоги наверняка 90% чистят язык. Вот. То есть видео просто вот в рекомендациях йоги это тоже присутствует. Вот насколько это пересекается там в ведические знания, аюрведа, йога. Вот. Но также есть еще определенные действия, которые вот необходимы делать практически каждый день. И после того, как мы почистили язык, то, что все знают, надо выпить водички, сходить в туалет. Если мы проснулись в правильное время, то мы, естественно, ходим в туалет. А правильное время по этой единочарии это лучше проснуться до 6 часов утра, когда вот наш все будет именно очень комфортно и организм будет именно естественно выделять вот в те отходы, которые там находятся вчерашнего дня. То есть вот брахма-мухурта это считается лучшее время для подъема. Ну, пока говорю, это сам не реализовано, но когда у меня получается это, то это действительно ты получаешь заряд на целый день. Потому что вот время пробуждения, оно влияет на наш целый день. Потому что вот, как я вначале сказал, каждое время находится вот под влиянием своей гуны. И вот в какой-то гуне, под своей дошей, соответственно, вот у гуны. То есть какой ты вот доши проснешься, вот такое влияние у тебя и будет. То есть если ты проснешься до 6, у тебя будет там более светлое и такое радостное состояние. То есть если ты проснешься с 6 до 10, то ты там будешь такое, может, больше прибит. А если ты проснешься уже после 10, то ты будешь на подрыве, ничего не будешь успевать. И это я вам говорю реализовано. То есть и вот целый день у тебя будет строкстяк. Потому что ты просто вот сразу вот зарядился этой энергией. Начинать надо вот то, что я говорил о внимании. И вот наш день должен вот начинаться с внимания своего, к своему телу. То есть мы должны проснуться и просто вот оценить вообще состояние своего тела. Должны поблагодарить создателя за то, что вот он дал возможность проснуться. Потому что наверняка не всем такая возможность была дальше предоставлена. И о том, что у нас есть руки-ноги. И просто подумать, как оно вот все работает. Подумать именно о каких-то возвышенных, каких-то светлых вещах, о каких-то целях. Не какой-то там бытовой суете каждодневной. Ну о чем-то хорошем. То есть это вот тоже определенная зарядка. То есть это достаточно нескольких минут. То есть пять минут полежать и вот просто вот подумать, кто я, зачем и вообще куда я иду. И что мне вообще от этого мира надо. И что этот мир ждет от меня. Конечно, очень хорошо люди, которые в практике. То есть как-то с какой-то небольшой молитвой. После этого мы идем уже там ухаживать за своим телом. То есть я сказал, почистили, сходили, почистили язык, выпили водички, сходили в туалет. И дальше у нас следующий по очереди это идет уход за нашими глазами. То есть вот глаза это самый сложный прибор нашего и так непростого тела. Это прибор, через который мы получаем 90% информации в этом мире. И вот я иногда люблю такой вот. Кто-то бы продал свои глаза там за миллион долларов? Какие, если бы... Два? А, два? Да, ну... Я думаю, один бы много. Нет, ну речь идет о всем. Просто зрение падает, оно, как правило, на двух глазах. И, то есть, как правило, оно все взаимосвязано. Это как проявление всего состояния организма. И вот за этим самым дорогим прибором мы должны очень внимательно ухаживать. И уход в аюрведе, он заключается в том, самое простое, это промывать глаза. И промывать глаза холодной водой рекомендуется даже после, ну вот, например, после какого-то выступления. После еды промывать глаза. После полового акта. Ну, утром это само собой. То есть, вот во всех... Там, где у тебя присутствовал какой-то перегрев, вообще просто приходите из дому, и надо промывать холодной водой глаза. Но следующее, например, по эффективности, это идет промывать настойкой трифолы. Наверняка из вас слышали об этом чудесном препарате. Но трифола это не панацея. Это просто как дополнительная метелка, которая чистит и выравнивает организм. Ну, и она также выравнивает все системы. И вот настой из трифолы заваренный, он действует очень хорошо. То есть, вот, есть люди, которые не воспринимают жгучих капель и хотят что-то попроще там. То вот эффект очень хороший. Следующее, после этого, стоит уже капли. Специальные, которые вот широко представлены также вот у нас в нашем бутике Рософар. То есть, которые я так или иначе лично проверил на себе и обыскал всю Индию. То есть, у нас там такие производители, которых, например, нет нигде. И есть несколько капель, которые в профилактических целях рекомендуется употреблять каждый день. То есть, это для каждодневного использования. Ну, всем городским людям. Потому что там рекомендации, нагрузка на глаза. То есть, ну, какая у нас постоянная нагрузка на глаза. Плохая экология. Ну, большинство из нас живут в городах, где не самая лучшая экология. То есть, вот, ну, вообще возрастные. То есть, вот начиная с 40 лет, то есть, вот надо употреблять их всем просто. Для того, чтобы как-то это все замедлить, эти изменения. И существует два вида капель, которые вот предотвращают и катаракту, которые на начальных стадиях лечат. Которые ухаживают, которые питают, которые чистят, которые моют этот глаз. То есть, вот этот вот самый сложный прибор. То есть, за ним надо ухаживать. То есть, вот просто понять. И в северной школе есть уджала. Может, многие знают. Такой распространенный. Ну, все копейки стоит. Она там 40 или 50 гривен стоит этот бутылечек, который хватает там на несколько месяцев иногда. То есть, вот. И вот этой уджалой очень хорошо промывать глаза. Оно печет. Оно печет, но надо понять, что это... Ну, вот, кто уже долго капает, то он получает даже удовольствие. Но чувствуешь, как тебя просто пробивает весь твой организм. Не то, как глаза. Как оно прочищает. И течет очень много слез. Сразу подготовьте какое-то полотенечко. И после этого, когда это вот идет печет. То есть, вот очень хорошо там поморгать. И поделать потом закрытую, поделать зарядочку. И через минут 5 промыть холодной водичкой. Тоже вот после этих капель. В южной школе. То, что я вот, например, пользуюсь там по обстоятельствам. И иногда по очереди. Но больше я предпочитаю ланирку джамбу. Есть такие капли. Они черные. Просто какой-то дискомфорт. Иногда, если в какой-то аккуратной одежде, то, ну, чтобы не закапаться. Они просто черные. Из-за сурьмы. Там сурьма. Это тоже одно из аюридических средств для здоровья глаз. И, ну, также там содержится еще там много компонентов, которые вот смазывают и питают глаз. Потому что, почему нарушается зрение. То есть, вот мой учитель Юрий Авраменко, вот он, вот мне вот этот пример. Он говорит, ты понимаешь, вот не зря оно называется как яблоко. И это глазное яблоко, оно, вот как ты положишь яблоко, там надолго куда-то, свежее яблоко. И вот придешь там через месяц и увидишь, что оно сморщилось. Так и наш глаз, это яблоко, оно вот по мере нашего взросления, то есть приближения, там, ну, к каким-то периодам жизни. То есть, оно постепенно ссыкается. И противостоять этому. И, соответственно, вот сбиваются эти настройки, которые вот там, вот этот луч, который должен быть. То есть, это, также это происходит из-за плохого кровообращения. Также из-за забитых сосудов. Вот. И наступление одной из основных проблем, вот с глазами, половина проблем питания, я думаю, половина ватые. То есть, это пересыхание. И вот эти капли, они борются, как и с пересыханием, они также борются с ватой души и с питой души. То есть, излишнему там напряжению, красноте, вот все. И вот это, как нектар для наших глаз. Это вот то, вот чем мы, как, чем мы должны ухаживать за вот этим важным прибором. То есть, после, после глаз мы, мы начинаем ухаживать за нозырями. То есть, это самые, можно сказать, используемые части нашего тела. И, ну, кажется, и так там все хорошо. Ну, понятно, что там можно прошмаркаться иногда, вот, но мы должны смазывать. Мы должны понять, даже когда у нас не работают глаза, когда мы спим, то есть, мы все равно дышим. То есть, и вот, вот этот постоянный поток воздуха, он отсушает наши слизистые. И чем это плохо, то, что эти слизистые, когда они пересыкают, то пересыкает, наступает, повышается вата во всей голове. Повышается беспокойство, повышается тревожность какая-то. Другое вот восприятие, вот, другое меру восприятия. То есть, и, например, закапыванием носа, есть для этого специальные капли, анутаил называется. Это идеальная форма, формула, которая сделана из 100 лекарственных растений. Она тоже сравнительно недорого стоит. И вот вы просто увидите, как вот каждый день закапывая, там, по две капельки, анутаил, каждую моздрю, как просто вы просто начнете по-другому чувствовать запахи. И раз в году рекомендуется делать полную очистку. Я быстро расскажу, потому что это очень важно. Это эффект, вы почувствуете, это должен кто-то вам помогать. Вы ложитесь, там, на топчанчик, то есть, закидываете голову, и вам по 5 капель в каждую моздрю. Но перед этим надо лицо нагреть. То есть, вот, надо взять два горячих полотенечка, чтобы было, где-то какая-то плиточка, чтобы не было, не кипяток, но чтобы горячий был. И постепенно, вот, перед этим 10 минут надо, чтобы вот на все лицо лежало вот это полотенечко. Оно остыло, сразу меняешь на другое, то нагреваешь. Оно остыло, то есть, на другое, то есть, раз в минутку меняешь. Потом закапывается 5 капелек в каждую моздрю. Человек лежит, дышит одной моздрю резко, другой моздрю резко. Через 5 минут закапывается еще 5 капель. И в это время все продолжается греть. И вот, потом, ну, вот у меня лично, я был вот удивлен, у меня после первого, вот, после первой вот такой очистки, где-то полстакана, наверное, какой-то вот жидкости, именно вообще какой-то слизи вылилось. И я даже не думал, что где оно там берется. То есть, мы чистим вот все пазухи, которые вот связаны с нашим дыханием. И такое рекомендуется делать раз в год всем, независимо. Я когда вышел после этой процедуры, я вот просто почувствовал, я этот мир начал воспринимать запахами совсем по-другому. То есть, я вообще увидел, какие тут прекрасные запахи, как он, как он вообще пахнет, этот мир. Это был Крым, это было как раз там светение всего, вот, получил вот новые переживания. Вот, через запах. Вот. Также вот этим закапыванием, это, вы понимаете, вот эту сухость лечит очень много заболеваний. То есть, вот считается, кто-то закапывает утром нос, у кого нету возможности там по каким-либо причинам анутаил, то достать или купить, или просто надо сейчас закапывать, то можно менять кунжутным маслом. То есть, это, на самом деле, анутаил, он сварен, это 100 трав, сваренные в кунжутном масле. Вот. И вот это закапывание кунжутным маслом, оно тоже прекрасно заменяет, но не чистит. Так как вот я рассказал вот это, то что, вот эту процедуру, то с кунжутным маслом оно, конечно, не сработает. И эта процедура, она лечит все болезни, которые вот, начиная отключиться. То есть, вот все, что вот у нас там, остеохондроз. То есть, вообще любые, ну, какие-то болезни сухости, воспаления, то есть, оно вот убирает. Вот, с остеохондрозом очень хорошо работает. Так, дальше следующее, что у нас, это уши. То есть, тоже есть специальные капли. Ну, там просто для питы они одни, для ваты другие, для капки третьи, если по всем правилам. Но универсальное масло будет, это тоже кунжутное масло. И также можно анутаилом тоже закапывать. Ну, есть специальное масло, я просто сейчас забыл, боюсь перепутать. У нас порядка трехсот масел. То есть, и... Потому что большинство, вот, потери слуха, это происходит, это расклеератические изменения. То есть, пересыкают сосуды, то есть, у нас поднимается вата-доша. И для того, чтобы вот с ватой-дошей бороться, то лучше всего, вот, вообще с атеросклерозом, то есть, это закапывание. Закапывание кунжутным маслом. Тоже пару капелек, смазали все ушко. Также вот, помассировали это ушко. То есть, ухо, это как, это наш эмбрион. На ухе находится очень много точек, которые вот мы, если маслицем будем массировать, мы будем как-то вот, в какой-то мере, массировать эти органы, чьи вот есть точки на уши. На ухе. Если там, если простудило ушко, можно накапывать на мозг? Если простудилось? Если ушко простудилось у ребенка. Ага. Смотрите, там есть, ну, есть специальное масло, которое лучше всего. Но кунжутное масло тоже подходит, оно согревающее, понимаете? Но кунжутное масло имеет вот, вот, согревающую природу. И, как правило, вот, если у вас, это поднялось пито, и, ну, если простудилось... Если продуло в машине, например. А? Если продуло в машине, например. Ухо. Вот, согревающие кунжутные... Если продуло, то это будет просто, просто замечательно. Продуло, ветер. Ветер поднял вату, то есть, там, начался процесс, вата уже запустила, там, ну, то есть, будет в любом случае хорошо. Может, еще какие-то вопросы, потому что я сказал, вроде, а будет? А ну, таил, вот, та, чистоты носа, тоже, насчет ребенка и гайморита, то тоже, мол, будет, очень хорошо. Вон, скажите мне спасибо. То есть, вот, вы молите... Где можно купить? Можно купить, вот, в верхнем корпусе, там есть небольшая наша лавочка, вот, мы специально, чтобы... Не просто говорить, мы до этого ездили, просто говорили, как организаторы этого фестиваля познакомились на йога-фестивале Аватар. Мы туда приехали просто рассказать о аюрведе, ну, столько было желающих что-то там купить, и тот же натаил, что мы тут приехали уже, там, со своими разными полезными штуками, вот. Это лучшая профилактика, то есть, ну, вы знаете, я на этой планете, я не знаю ничего, чтобы, вот, было более эффективно, и самое главное, это рецепт, которому, там, полторы тысячи лет. То есть, это уже он настолько проверенный, настолько, настолько, вот, не имеет никаких побочных эффектов, ну, одна польза. Вы знаете, у меня одна врач, которая очень скептически относилась к аюрведе, но у нее была эта проблема, она не могла ее решить. Ну, как, у нее повышенная капха, то есть, у нее эта капха уже здесь скопила, чем она решит, какими там проколами, антибиотиками ей будет еще только хуже. И вот я ей подарил, она таил, она сделала эксперимент, помогла, она после этого поверила в аюрведу. Так что это такое действие сразу в десятку. И по пять капель тоже детям меньше, чем там... Нет, детям, я думаю, меньше, то есть, детям хватит по две-три капли, то есть, ну, в зависимости, то есть, до двенадцати лет, наверное, по две, а после двенадцати капли три. А вопрос, продолжение здесь же, есть ли связано с тем, что вот уже у меня у ребенка перегородка, да, то есть, там, ей оперировали, но все равно искреплена, и это мешает ему, у него всегда состояние слизи, да, то есть, она вообще не дышала, она зря. Тоже она таил, прочищает, да? Прочищает. То есть, это уже как следствие, эти все нарушения, в любом случае, это от начала капки, то есть, дети, они находятся, это у них период капки, они все вот, они и хотят капку, у них тяга, вот ко всему сладкому, и всему такому как-то холоднующее. А фактически, как протянуло это дело? Ты просто закапал все, или нужно закапать и выйдут в капки? Не-не-не, выйдут не надо, но потом польется само. То есть, оно само выходит, чтобы... И вот, ты встаешь, и у тебя начинают просто литься, и вот льется, ты высмаркиваешься, оно льется и льется. Ложиться нужно закапать в лежачем... Да, когда закапываешь, и когда делаешь нагревание, голова должна даже больше того, закинута, то есть, она должна быть на краешке какого-то твердого, такой вот, ну, кровати. Как бы ниже кровати, ну, голова и висит. Да, вот, ну, мы, вот, я дома там делаем на массажном столе. Да, и голова, чтобы... Да, закидываешь голову, и закапываешь сначала опять, и через пять дышишь. Одной на зре резко, потом второй на зре резко, и после этого через пять минут закапываешь еще. И тепло. А тепло в каком виде? И вот, полотенце. А, вот это, то что оно теплое? Полотенце, да, вот это то, что вот полотенце. То есть, оно, вы понимаете, оно, какая функция, оно как бы вот, оно, оно нагревает и оно вытягивает. Оно вот вытягивает столько, что, ну... А сколько раз полотенце, там одно полотенце, да? Нет, это вот оно всегда должно быть нагреть так, чтобы оно было горячо, но не обжигало. Горячо, но и вот только оно остыло, минутку полежало, тогда другое. Это выживет, потом нагреваться, то есть, вот постоянно менять. Вот такой вот должен быть нагрев. Дальше, что вот, по поводу абхьянги. То есть, вообще, в аюрведических текстах написано, что каждый человек должен именно делать абхьянгу. И вообще написано там, что это как ежедневная процедура. Но, например, капки, я думаю, нету надобности делать это каждый день. Но люди с конституцией ваты должны это делать регально каждый день, чтобы чувствовать себя вот во всей полноте и здоровье. А пита это может делать там несколько раз в неделю, хотя бы раз в неделю. Но чем старше мы становимся, тем больше мы должны вот посвящать время своему промасливанию. Потому что процесс нашего старения, он сопровождается поднятием вата доши. Он сопровождается высыханием, то есть, вот смарщиванием, все вот. И антидот этому только, только масло. И вот есть такое даже выражение, что старость это сухость. Вот. А сухость это вата. То есть, я уже сразу делаю продолжение. То есть, вот. И для того, чтобы кто хочет, чтобы это вот процессы замедлились, вот, то надо вот постоянно в балансе держать вата доши. Лучше это индивидуальное масло. У вас у всех, друзья, должны быть вот свои подобранные масла, в зависимости от вашей конституции. Я повторюсь, там вата это кунжут. Кунжут подходит, в принципе, в холодное время всем. Вот. Для питы это кокосовое масло летом. Там зимой можно там оливковое. То есть, вот и для ваты кукурузное масло. То есть, это то, что будет укреплять ваше здоровье. Ну, какие еще, друзья, будут вопросы? Масло принимать в каком виде? Ну, то есть, мазать лице внутрь, принимать просто пищу? Полностью. А, для волос. Для волос должно быть отдельное масло. Есть разные тоже сорта. Вот по дошам. У нас на сайте должно быть указано, для какой дош. Оно подходит. То есть, для одной из универсальных масло. И называется Бринградж. Оно подходит трем дошам. Для волос одно. Для всего тела намазываем все тело. То есть, вот раз в неделю, хотя бы мы должны полностью намазаться и побыть в этом состоянии, там, хотя бы сорок минут. То есть, это не должно течь. Но вы должны чувствовать, что вот на вас нанесено масло. Если это на вечер, то, например, эту процедуру можно делать и на вечер, то можно просто стереть там полотенцем или даже, если вата сильно возбуждена, то просто даже там в пижамке так и спать. Так, после этого там принять душ. Традиционная аюрведа, она вообще говорит то, что надо там есть такой уптан. То есть, ты смываешь определенной мукой. Даже не рекомендует, аюрведа не рекомендует пользоваться мылом и шампунем. Это я скажу к тому еще, что аюрведического мыла и шампуня такого вот в текстах не существует. Это все это маркетинговые ходы. То есть, как правило. Но я этот уптан не делаю. То есть, у меня достаточно полосмазки. Вот, я моюсь так. Да. Скажите, а если слизь аллергической природы, как на цветение растений, сезонная аллергия? Так, вот вы говорите, вот если слизь аллергической природы. А на самом деле надо все поменять. Надо, если аллергия из-за того, что много слизи. Понимаете? Вот все наоборот, на самом деле. То есть, вот как мы говорили о парне, который много пьет молока и ведет здоровый образ жизни. Но у него слизь, гайморит и аллергия. Понимаете? То есть, это избыток слизи. То есть, это уже реакция на то, что организм работает на повышенных. Понимаете? Он уже выкидывает красный флажок. То есть, аллергия. То есть, ты что, дружок? Я и так тут на перегрузке. То есть, смена сезона идет. Какие-то токсины начинают сразу. Вот весна, почему лучшее время для очистки. То есть, тоже вот по фазам. Так же, как мы живем по фазам дня. То есть, наш организм живет также по фазам года. То есть, в разное время года надо разные действия делать. Вот. И весна – это чистки. И вот почему происходит и все на сломе сезонов. Как и физические, так и психические обострения. То есть, вот это весной, осенью. Вот. И одной из… Вот весной – это является как раз и подъем вот этой слизи. Если вы устраните слизь, у вас не будет никаких аллергий. Ну, и в то же время, одна из причин – это вам надо поддержать печень. То есть, половина проблем с аллергией – это, как они тоже вот показывают на том, что печеночка требует поддержки. И вообще, вы знаете, вы не должны бояться профилактических приемов каких-то вот аюрведических препаратов. Вот я лично, я последние, наверное, 7 лет я постоянно что-то употребляю. У меня там 2-3 баночки. То есть, я какое-то время там поддерживаю печень. Ну, это чаще всего. Какое-то время я работаю там на очистке желудка. Какое-то время сосуды. Какое-то время я поддерживаю сердце. Потому что я понимаю, то есть, я все равно не живу где-то на берегу Швейцарского озера. И там… У меня бывает там по 50 перелетов в году. То есть, непонятно где кушать. То есть, мы всегда должны вот чистить. Если мы даже нарушаем вот такая жизнь, то мы должны знать, как вот это убрать. Вот, как предупредить. А варикоз – это проблема с чем связана? Какая? Варикоз. Сосудистые – это самые сложные такие проблемы. Там тоже разные причины. Знаете, все индивидуально. Ну, это вот тоже нарушение этого. Капха и Пита Доши. Некоторые вот сложные хронические болезни, они… Там сразу именно несколько Дош подключены. Вообще, считается, чем больше… Вот, тоже по градации, там, легкие, средние, там, неизлечимые болезни. Есть в Аюрведе тоже такая градация. И градация, например… Аюрведа – это не панацея. То есть, она на последних стадиях не лечится. И говорится, чем больше Дош вовлечено в процесс болезни, тем сложнее преодолевать. И, как правило, многие серьезные проблемы, они… Там подключено несколько Дош. То есть, считается, болезнь, которая вызвала одна Доша, легче всего преодолеть. Болезнь, которая две – это очень сложно. А где вовлечено три Доши, она практически неизлечима. И вот, например, в стадии… Вот уже дальние стадии алкологии, они, как правило… То есть, там, увеличено три Доши. И то, что может Аюрведа, это просто там поддержать. То, как правило, многие… Вы знаете… Аюрведа – это наука больше для здорового, для того, чтобы не болеть. Но, также, вторая часть Аюрведы – это для тех, кто уже восстановит. Вот. Ну, а многие приходят в Аюрведе, когда уже все врачи отказались, они кому-то не нужны. И вот они уже думают тогда, что травками там… Как они говорят. У меня вот к этому как раз встречну, так вот, как-то вопрос. Знаете, как новичок, вот я впервые как бы слушаю, встречаюсь, все, что знаю. Ну, вот мама передавала там, да, вот то, то, там, сын начал читать. Я просто понимаю, вот… Ну, вот мы сейчас в ответе за то, чем своих детей научим кормить, правильно? Потому что, вот я как мать, я кормлю детей, я ответственна. Ну, вот, вот, вот что бы вот такого… То есть, меня всегда удивляла наша медицина. Ты, когда приходишь к врачу и говорят, что у вас болит? Я говорю, я не хочу, чтобы меня болело. Что у меня сделать, чтобы не болело? Сейчас я вижу вот ответ на этот вопрос, да? Ну, вот, вот этот же тот же и принцип. Вот сейчас впервые познакомившись, что еще можно вот именно… Вот книги помогут, которые вы дали, чтобы как бы углубиться? Потому что то, что сейчас услышал, влетело, вылетело, чтобы… Это же каждодневная инструкция. То есть, надо же постоянно быть как бы в теме. Что будет помогать? Смотрите, ну, книги… Книги… Вот, мы выложим скоро… Подписывайтесь, пожалуйста, у нас есть такая страница РОСА Бутика Юрведы. Вот, Бутика Юрведы РОСА. Мы там скоро выложим… Мы сейчас делаем подборку… Для людей, которые хотят серьезно изучить Юрведы, мы делаем подборку лекций. Вот там будет где-то порядка 100-120 часов лекций, которые вам дадут понимание… На бытовом уровне, правильно? То есть, не с точки… На бытовом уровне, на бытовом… Ну, вы понимаете, этот бытовой уровень, он покроет там половину возможных проблем, которые могут быть. Это не тот уровень, что если какая-то хроническая болезнь, которая уже… Мы говорим сейчас, что он здоровый, растет ребенок, как его кормить… Да. Вам это хватит с головой. Вы просто не будете болеть, вы будете чувствовать… Что нужно сделать, чтобы не развивалось… Да. Вы будете знать, на что вам обратить внимание, вы будете знать по качествам, что с вами происходит… Вы понимаете, это ж… Часто такое, что… Сколько людей приходят к врачам и говорят… У меня… У меня не то, что я не хочу болеть, это, говорит, о высоком уровне сознания… А он… Я плохо себя чувствую… Да, он говорит, что что-то беспокоит… У меня что-то беспокоит… Вот, я не знаю… Ну, пойди, сдай кровь там… Все… Вот… УЗИ посмотрели… Нормально… Осмотр… Нормально… Все… А у человека какие-то проявления… Что-то уже… А человек, знающий аюрведу, он понимает… Ага, у меня там сухие слизистые… Или у меня вот такая-то проблема… Или наоборот, у меня воспалительные процессы начались… У меня какие-то прыщи полезли… То есть у меня кислотность… Кислота какая-то во рту… Вот, все… То есть он понимает, что… Это проблемы… У него начались… Питы… Или он видит, что у него какие-то застойные явления… У него склонность там к образованию… Каких-то доброкачественных… Даже… Новообразований… Все… Он понимает, что это вата… То есть это капка… Это накопление… Это все… Вот… Он видит, как у него течет сопли… И вот он… Ему даже не надо там особо… Разбираться… То есть вот… Я говорил на первом занятии… Надо просто… Принять вот такой важный… Факт, который я там на пятом году… Только обучение… Я его понял… Что… Все болезни вызываются… Дошами… То есть они проецируются через тот или иной орган… Который у нас… Наиболее слабый… Который у нас больной… Вот… Спасибо… Можна следить… Так… Вот… Наприклад… Такая… Такая ситуация… Да… Там… Чи… Себе… Чи у детей там… Поднимается температура… И какие-то хорошие способи… Понижить жар… Да… Ну… Мается на увазе… Не коли там 37-38… Коли там 39-40… Починают подниматься… Да… Чтобы… Какое-то правило сделать… Как это делается… И… Можливо сразу… Друге питание… Якщо есть какие-то такие… Загальные рекомендации… До… Домашней аптечки… Что… Маст хел… На… Такие… Такие… Випадки… Взагалі… Ага… Смотрите… По поводу температуры… Вот… Не рекомендуется… Понижать температуру… Если она ниже… 38-5… Вообще… То есть… Это… Организм… Это… Просто борется с какой-то инфекцией… Мы не должны ему мешать… То есть… На самом деле… Ну… Вот… Кто-то говорит… Даже… До 39-ти… Если здоровый человек… Вообще… Не стоит ничего делать… Вот… И тут надо просто… Что… Понять… Что… Происходит… То есть… У человека сильно… Поднялась пита… И чтобы он просто не сгорел… То есть… Какое-то время… Даже… Допустимо… Там… И 39… Температура… Ну… Если это… Уже… Она… Долго… То… Конечно… Надо с этим бороться… И надо просто знать… Что… Что… Вот… Понижает питу… И мы должны… Действовать на… В данный момент… Со всех сторон… То есть… Мы должны действовать… Через куст… Мы должны действовать… Внешне… Это могут быть обыкновенные… Там… Обертывания… Чем-то холодным… Мы должны действовать… Чем-то противным… Вот… Если тут жар… То… Мы должны дать… Холод… Если тут… Легкость… То есть… Вот… То мы должны дать… Что-то тяжелое… И… Один из лучших… Методов… Это вот… Например… Выпить… Какие-то напитки… Вот… Какие-то горькие напитки… То, что вот… Понижает… Понижает… И многие лечебные травы… Они, кстати, имеют… Горький вкус… Которые вот… Понижают… Вот этот… Излишний огонь… Вот… Есть там специальные средства… Которые вот… Которые… Тоже вот… Неплохо… Вот… Действует… При таких состояниях… Просто даже… Обернитесь… В холодное что-то… И все будет… И все… А имбирь можно? А? Имбирь можно? А… Имбирь… Имбирь… Вот… При таком пике… Нельзя… Нельзя… Да… Это подтвердили врачи… Я в этом… В прошлом году столкнулась с ребенком… Лимон-имбирь… Думаем… Нет… Пересушивали ему еще больше… Да… Смотрите… Вот до 37,5… Имбирь… Имбирь… Хорошо… Но реально на детях… Это прекрасно видно… Это еще больше… Потому что он все-таки имеет горячую природу… Ага… Он разжигал еще больше… И это одна из лучших специй… Имбирь… Потому что вот… Она… Она вот… Смазывает… Это… Понимаете… Это такая… Уникальные такие… Свойства… То есть, она острая… И в то же время… Она не раздражает даже… В какой-то мере… Не раздражает даже… Вот… Желудочный кишечный тракт… Вот… Ну… Еще надо знать… И почему поднялся этот жар… То есть, вот… Надо снять интоксикацию… То есть, очень хорошо… Там… Веда какие-то сорбенты… Там есть… Такие… Натуральные… Природные сорбенты… И охлаждать… Просто… Вот… Это должна быть и диета… И напитки… И еда… И… Все, что вот… Понимает… Понижает биту… В таком состоянии… Трифолы не являются сорбентами? В какой-то мере — да… В какой-то мере — да… Трифолы можно давать… Самого раннего… С… Я скажу… мой учитель по июрведе назначает трифолу с двухмесячного возраста а я слышал даже с двухдневного там какого то есть это такой вот универсальный ну так какой-то мизер ну то есть она вот как раз у деток снимает вот это то что их пучит там все налаживает очень хорошо что такое трифола это 33 плода 3 амалаки харитаки бибитаки то есть это каждый из которых просто уникален и в чем у это уникальность этой формулы то что каждый из этих плодов он нормализует одну из дождь то есть это подходит одно из немногих средств которые приходят всем трем дождь то есть его ну как и нормализует и она также как источник витаминов микроэлементов потому что это такие плоды очень сильные например некоторые спрашивают а чего там нашими травами не лечит у нас действительно классные травы есть и в украине вообще там на постсоветском пространстве ну вот это к примеру вот с тем же амалаки вот в амалаке в одной ягоде такой чуть больше сливы содержится витамина c как там в килограмм или в двух килограммах лимона это то что ученые исследовали то есть никакого аналога у нас нету вот знаете вот чем уникальность некоторых аэрведических препаратов то что вот они приводят баланс то есть если это будет кислотность то есть они выравнивают доши и подходят и тем и тем то есть они приводят в баланс и вот трифала один из ярких таких представителей которые вот подходит и при той ситуации при той то есть они просто выравнивают то есть как и они подходят как и у кого слабое пищеварение так и у кого сильная в чем разница вот растения от химического вещества то что растения имеют вот свою правильную вибрацию и они вот имеют как бы сознание то есть вот где не надо если это конечно там не зашкалена дождь то есть они никакого сильного вреда не унесут они просто не действуют где их действия не надо, они просто не будут действовать. Так что трифола вообще рекомендуется после 30 лет курсы проходить каждому человеку. Одно из таких основополагающих и важных свойств трифолы, это очистка всего нашего желудочно-кишечного тракта. Вот мягкая очистка, без никаких там последствий. То есть это такое мягкое, не то что слабительное, потому что у кого наоборот слабит, оно нормализует. Это просто человек постепенно очищается. И когда мы людей отправляем на панчикарму в Индии, то есть от всех врачей мы получаем рекомендацию за две недели как минимум до поездки начинать прием трифолы. То есть они уже подготавливают себя к очистке. То есть вот эти токсины, которые в нашем организме, они вот трифола начинает их потихоньку дробить, разрушать, растворять, готовить к выводу. И уже панчикарма это вот уже генеральная чистка трифола. А по приему трифолы, посмотрите, как лучше? Ну там, кто-то говорит, две недели. Вы знаете, вот индивидуально попробуйте. Есть два вида приема трифолы. Есть один в течение дня, два-три раза, там в каких-то дозах. Не бойтесь, не бойтесь. Есть это, это можно принимать ее и полтора, два грамма. Это где-то порядка три-четыре капсулы. Или единоразово на ночь. Вот я лично выбрал для себя единоразово на ночь. Да, я тоже. Две таблетки. Ну, это две. Я у вас купила. Это не терапевтическая доза. Еще, друзья, хотел важный такой момент сказать. Часто производители вынуждены писать какие-то минимальные дозы. Какие-то минимальные дозы на упаковках, например, там доза одна-две таблетки. Это вообще ничто. Это вообще ничто. Это капсулы или таблетки. То есть это вообще ни о чем просто. Понимаете? То есть в текстах написано, там начинаешь от двух грамм, например. То просто вынуждены по каким-то законам писать эту минимальную дозу. Мы должны понять, травка, это не химия. Там этого вещества должно быть больше. То есть, как правило, вот, например, та же ашваганда. Например, там терапевтическая доза тоже начинается от двух грамм. А на коробке написано там одна-две капсулы. Это там 500 грамм, миллиграмм. Мужчина, который покупает, он ест по одной таблетке на всякий случай. И толку никакого. И никакого толку, да. Я говорю, ерунда. Да, и он говорит, так. Ну, вы должны понять, что у нас на рынке Украины 90% аюрведа это и есть ерунда. Вот это было. Ну, как? Ну, там есть все равно действующее вещество. Но если вот это ерунда, еще в маленьком количестве, то оно вообще не действует. И вот, когда мне попадались такие люди, я говорю, попробуй три таблетки. Даже вот король говорит, во, так теперь я чувствую. И так что вот не бойтесь ни специй. Например, как я говорил, куркума, там терапевтическая доза, там это почти чайная ложка, когда мы, например, там гоняем там какие-то микроорганизмов, или, например, при лечении каких-то простудных заболеваний, когда температура до 37,5, для быстрого выздоравливания надо тоже ложку имбиря. То есть оно будет островато, конечно, но это будет эффект. Это будет тогда не просто для вкуса, вот. А это будет реальный эффект или реальная пульса. Хорошо, друзья. Спасибо большое. До следующих встреч на других фестивалях. Возможно, приедете в Аватар. Будьте здоровы. А вы делите в Аватар, да? Да, я буду на Аватаре. Да, будьте здоровы. Да, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.